Участковая избирательная комиссия 2034 открыта. Всем хорошего настроения. Второй день голосования 16.03. Подойдите кто-нибудь из наблюдателей, убедитесь, что пломба, заглушка была закрыта, зафиксирована. Урон опускаем. С этих слов начался второй день выборов на избирательном участке 2034 на Баковке. Все необходимые требования соблюдены. За происходящим следят наблюдатели, работают камеры, голосование, тайное, как и должно быть. В первый день явка составила 260 человек. Всего на участке зарегистрированы 878 избирателей. У нас будет сегодня выездное. Будем выезжать на дом, планируется. У нас сегодня будет 22 человека. Алло, Раиса Герасимовна? Да. Вас беспокоит избирательная комиссия 2034? Да, да. Вы у нас есть в списках на надобное голосование? Да. Вот мы к вам собираемся сегодня. В какое вам время будет удобно? Ну, у меня соседка вроде звонила в первые половины дня. Да, да, обедом мы планируем к вам попасть. Член избирательной комиссии Анастасия доставляет на участок заполненные бюллетени с выездного голосования. Выразили гражданскую позицию на дому во второй день выборов 10 жителей Новоивановского. Концерт любимого исполнителя не повод пропускать голосование. Так решила Яна Чеканина. Проделала путь из Нижнего Новгорода в столичный регион на поезде. Стала необычным гостем на участке 39-40. Мне было дико интересно, как это в Москве организовано, в другом городе. То есть, поэтому я пришла лично. Могла бы, конечно, онлайн проголосовать, но так было интереснее. 16 марта Глебу исполнилось 18. В день рождения молодой человек решил прийти на избирательный участок. Для него выборы президента России первые в жизни. Устроение хорошее. День рождения. Совпало с днём выборов. Удалось проголосовать. Пришёл, проголосовал. Думал, на следующий день будет. А оказалось, можно один день. Три дня, чтобы исполнить гражданский долг дистанционно или лично на участке. В отдельных случаях можно и на дому. Созданы все условия для того, чтобы проголосовать на выборах президента России. В Одинцовском округе работали 173 избирательных участка. Каждый был оснащён камерами видеонаблюдения, сигнал с которых поступал в Центр общественного наблюдения. Так, за ходом голосования следили наблюдатели, в том числе из других стран. Три дня голосования, и каждый выбирает формы голосования. Я знаю, что и электронная форма есть. Но я решила прийти и посмотреть, как люди у нас голосуют. Абсолютно понятное, мне кажется, человеческое чувство. И я думаю, что всё у нас должно быть хорошо. Выразить гражданскую позицию, отдать свой голос самому достойному Дмитрий Голубков считает обязанностью каждого. Парламентарий проголосовал на участке 39-45. В наши времена, в этот период, через который проходит наша страна, сегодня как никогда это важно, поддержать нашу страну, выразить единую позицию. 45 лет Юрий Михайлович исполняет свой гражданский долг. Сейчас это особенно важно, уверен ветеран. Ведь избранному президенту предстоит решить важные задачи, от которых будет зависеть жизнь нашей страны в ближайшие 6 лет. И выполнение их будет зависеть, в первую очередь, от консолидации нашего общества. От консолидации. Что мы будем действовать все по единому плану, с едиными замыслами, с желанием сделать нашу страну одной из передовых экономик всемирных. Здравствуйте, проходите к нам. Оживленно было и на избирательном участке 2074 в Горках-вторых. Многие решили проголосовать в заключительный день выборов. Динамично развивающийся таким видит нашу страну Александр Ким. Именно по этой причине он на избирательном участке. Не приняв участия в таком важном мероприятии и потом пытаться кого-то критиковать за неправильное телодвижение, наверное, не самая умная и не самая смелая позиция. Поэтому каждый гражданин имеет право, одновременно обязанность выразить свою волю, придя лично. Вот и Валентин Кривомазов признается консервативен. Вместо дистанционного формата выбрал очный. Сознательность. Мой выбор. Чтобы потом не было возможности самому сказать себе, что я что-то сделал не так. Вам чем длина? Со сгущенкой, со сметаной? Пока избиратели голосовали, на улице готовились к проводам зимы. Третий день выборов совпал с последним днем Масленицы. Избирателей встречали с угощениями. Светлана, местная жительница, успела и выразить свою позицию, и вместе с детьми насладиться вкусом ароматной выпечки. Неожиданно было. Я думала, что когда будет участок, то все здесь поубирают. Вообще, на самом деле, Масленицу ждали. И, конечно, дети очень интересуются, когда будут сжигать бабу. Обычно это всегда традиция Масленичная. Сойдемся, друзья и братья, посвалим песни силу нашу. Александр даже не подозревал, что придя голосовать, станет участником настоящих богатырских состязаний. Получилось совместить приятное с полезным. Все же у нас демократия, необходимо реализовать свои права. Раз уж повезло нам быть гражданами, особенно такой хорошей страны, как Россия, то нужно участвовать. К середине понедельника в регионе обработали 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По данным МОЗ «Облоизбиркома» лидирует действующий президент России. Владимир Путин набрал 86,50% голосов. В выборах приняли участие около 5 миллионов избирателей. Явка составила чуть более 77%. Василиса Ивашкина, Татьяна Верняковская, Олеся Лукина, Карина Яряшева, Артем Ломоносов, Денис Харламов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok